Осень Осень – это период, когда за огородом требуется особый уход. Хотя плоды все собраны, клубники требуется обрезка, опрыскивание, укрывание на зиму и полив. Осенью обрезают у кустов сухие листья, подкармливают их, рыхлят землю, обрабатывают от болезней и вредителей. Наиболее распространенные вредители клубники – это тля, улитки, слизни, долгоносик, паутинный клещ. Из заболеваний – мучнистая роса, серая пятнистость. Улиток и слизни собирают вручную из кустов и уничтожают. Чаще всего для опрыскивания клубники осенью используют препараты. Топаз – помогает от мучнистой росы. Нитрофен – ликвидирует все споры грибков на кустах и в земле. Карбофос – уничтожает паутинного клеща. Актелик – отлично борется с большим количеством вредителей. Актар и Интавир – препараты убивают долгоносиков, земляничных жуков, белокрылок. Метальдегрид – используют от улиток и слизней, помещая гранулы вблизи кустов. Посмотреть средства от вредителей можно в онлайн-магазинах для садоводов. Ссылочки я оставлю под видео. Народные средства от болезней и вредителей. От паутинного клеща добавьте в ведро воды с температурой 30 градусов Цельсия, 2 столовые ложки жидкого мыла, 3 столовые ложки пережаренного подсолнечного масла, 2 столовые ложки золы и 2 столовые ложки уксуса. Еще можете опрыскать кусты марганцовкой, раствором медного купороса – 2-3% или бардоской жидкости – 3-4%. Для профилактики требуется постоянно вырывать все сорняки, обрезать сухие и больные листья, а еще рыхлить землю и увлажнять ее. Серая гниль. Серая гниль особенно активно развивается в дождливую погоду. Интенсивнее всего возникает серая гниль при загущенности посадок из-за плохого проветривания клубники, при высаживании в низины, а еще при избытке азота в земле, то есть излишней дозе карбамида или органики при внесении. Ко времени образования ягод споры гнили вызревают, распространяются вокруг на большие площади, разлетаясь по воздуху. Споры попадают на ягоды, на них появляется серый налет, а затем ягоды начинают гнить. От серой гнили клубнику опрыскивают фитоспорином или фитоплюсом. Можете применить раствор из одной чайной ложки бардоской жидкости на пол-литра воды. Белая пятнистость – рамуляриоз, и бурая пятнистость – кладоспориоз. Эти заболевания, обычно, появляются в начале осени. Рамуляриоз обнаруживают, увидев на листьях карминовые пятна с белыми точечками. При кладоспориозе на листьях видны красновато-бурые пятна с засохшими краями. Поэтому в начале осени нужно полить кусты фитоспорином. Но лучше вместо этого препарата использовать безопасный циркон. Это смесь гидроксикоричных кислот, которые кусты сами вырабатывают, чтобы защитить себя от заболеваний. Их можно обнаружить по увяданию кустов, либо по мозаичным пятнам на листьях. Растения делаются карликовыми, их листья курчавятся. Если вы увидите заболевшие растения, то выкопайте их с корневой системой и сожгите. На освободившееся место сажайте цветы в течение трех лет. Нематода. В сентябре обязательно просмотрите кусты, не повреждены ли они нематодой. При обнаружении нематод выкопайте больной куст и еще два кустика по обеим сторонам от него и сожгите. Сажайте на этом месте клубнику только через два года. Долгоносик. Долгоносик откладывает личинки в нераскрывшиеся бутоны. Личинка выедает серединку бутона, после перемещается из бутона в землю, где окукливается. Если вы увидели на листочках точечные проколы, это значит, что долгоносик хочет выпить сока перед зимовкой. Опрыскивайте растения фитовермом. Сроки обработки осенью. Здесь все зависит от сорта клубники. Обрабатывать требуется после сбора ягод. Поэтому обычные сорта опрыскивают в сентябре, а ремонтантные перед самой зимой. Далее прикрывают клубнику на зиму хвойным лапником или специальным материалом – лутросилом. Не забудьте заглянуть в описание под видео. Я подобрала для вас лучшие садоводческие магазины онлайн с доставкой. Тут можно приобрести семена таких сортов, каких вы не найдете на рынке. А также есть лучшие средства для борьбы с вредителями. Субтитры создавал DimaTorzok